Детские сказки для детей и взрослых. Сказка о молодильных яблоках. Часть 2. Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Сегодня я решил продолжить серию про детские сказки для детей и взрослых с недетскими последствиями. И рассказать вам о сказках о молодильных яблоках. Их реально много. Яблоки встречаются во многих сказках. И основная цель это омоложение организма, оздоровление. Иными словами, попытка, ничего не делая на протяжении всей своей жизни, вдруг внезапно омолодиться, оздоровиться. Но! Цель ваша понятна, но путь к ней достаточно сложен. Если проанализируем разные детские сказки, где встречаются попытки с помощью яблока омолодиться, то у некоторых от молодильных яблок выпадают волосы. У некоторых вырастает слишком обильная шевелюра. У части тех, кто использует яблоки для омоложения, вырастают рога и копыта. Кто-то впадает в литургический сон. И это все сказки о молодильных яблоках. То есть реакции могут быть разные. Но! О медицинских аспектах применения яблок я рассказал в первой сказке о молодильных яблоках. На моем канале вы можете набрать. Сказка о молодильных яблоках. Первая часть. Там я рассказал, какие медицинские вопросы могут вами быть решены, если вы используете яблоки в пищу. Но! И эти сказки, они правдивы? Сказка, ложь давнее намек. Если вы съели яблоко, и у вас вдруг улучшился рост волос. Иными словами, скорее всего, в кишечнике у вас была гнилостная диспепсия. Было усиленное гниение белков. Интоксикация и волосы выпадали. Вы внесли яблоки, усилили углеводный компонент. Антагонизм микрофлоры сработал. Патогенная микрофлора подавлена. Условно-патогенная размножаясь на яблоках способствует улучшению вашего питания, уменьшению интоксикации. Волосы наконец-то получили то, что им нужно и начали расти. Но! В случае, если у вас было разной степени облысения. Если же у вас волосы были хорошие, и они не начнут еще лучше расти, еще быть гуще. Я вас уверяю, это достаточно трудоемкий процесс ухаживать за такими волосами. Но! В случае, если у вас тоже был дисбактериоз, как в первом случае. Но! Диспепсия была бродильная. Это старая классификация. Ею пользовались еще 40-50 и более лет назад. То яблоки процесс брожения в кишечнике только усилят. Иными словами, если у вас на этом уровне вы съели молодильное яблочко, дисбактериоз усилился, питание ухудшилось, индоксикация из кишечника увеличилась, и волосы начали выпадать. И одно дело, когда вам есть что терять. А другое дело, когда у вас в разной степени присутствует облысение. Если же вдруг после молодильных яблок у вас выросли рога, эта ситуация сегодня очень маловероятная. Просто слабая женская печень не даст возможность вырасти образованием на голове, потому как для этого нужны запасы кальция, которые женщина, как правило, не имеет. Если у мужчин есть жировой гепатоз, т.е. это гепатит, ему тоже рога не угрожают. По той же причине, теперь уже слабая мужская печень, ставшая женской, не может создать нужные запасы кальция в организме. Однако, если все же это произошло, возможно, яблоки сигнализируют вам об измене вашего полового партнера. Ну, скажу так, прямым текстом. Да, может быть, яблоки как раз об этом сигнализируют, но это не самый лучший вариант. Конечно, если вы кушаете незнакомые вам яблоки, потребляете в пищу, возможно, у вас реакция, как в одной из сказок, вы попали в литургический сон, вам нужно обязательно договориться с тем принцем, либо принцессой, в зависимости от вашего пола, кто вас вовремя поцелует и выведет вас из этого состояния. Хотя, для людей, страдающих бессонницей, возможно, это тоже выход. И часть яблок при определенных условиях может способствовать облегчению засыпания, и сон у вас будет более продолжительный, более интересный. Но! Эти события могут быть у любого и каждого перед той целью, которую вы перед собой ставите, а именно омоложение организма. Но! Я бы советовал вам не так стремиться к быстрому омоложению организма. Ведь только в сказках! Съел яблочко, молодой здоровый, прыгнул там в воду студеную, в молочко горячее. Это только в сказках! Те, кто занимаются здоровым образом жизни, либо хотя бы пытаются это делать, они прекрасно понимают, что омоложение это некий процесс, в котором должно быть обеспечено как очищение организма, так и правильное питание в широком смысле этого слова. Вот, очищение организма, оно все-таки первично. Все делают на этом акцент, но! Когда вы съедаете яблоки, очищение может быть, но! В кишечнике находятся десятки килограмм токсинов, шлаков, залежей там находятся. И если вы, внезапно съев яблоко, способствуете очищению организма этим путем, то вы понимаете, куда деть эти килограммы и как вы будете здорово выглядеть. Мочевой пузырь работает менее интенсивно, но примерно так же. Очищение через почки, через мочевой пузырь происходит путем образования мочи. И если внезапно из вас начнет выделяться значительное количество мочи, то я понимаю, что цену вы заплатили чрезмерную за такое омоложение. Ну, омоложение через кожу менее спецэффектным выглядит, но это тоже обильное потение. И тут есть риск, который я описал в целой серии видео про особенности русской бани. Когда чрезмерное потение закончилась вода в организме, тут омоложение, цена омоложения может быть самой большой в вашей жизни. Густая кровь и сердце остановилось. Не самым лучшим образом омоложение организма может происходить через легкие. Не важно, вы были активным курильщиком либо пассивным. Жители мегаполисов имеют прекрасную дыхательную систему, в которой вся пыль, гарь и все остальные частицы, которые находятся в воздухе, находятся и в легких. И очищение легких это естественное усиление кашля с обильной мокротой, которая при этом еще может иметь и не самый приятный запах. И после того, как ваш организм очистился разными путями, вы реально здоровы. Вот такое экстремальное, я бы сказал, омоложение, оно, конечно, интересно, но я бы советовал растянуть его несколько во времени. И правильно используя яблоки, вы можете получить и такой результат для своего здоровья. Как бы я не советовал омолаживаться, это использовать яблоки несвоевременно. Во-первых, яблоки нужно обязательно тщательно помыть, иначе пищевое отравление вам гарантировано в любой период года. И мечта многих по снижению веса может реализоваться. Да, вес вы будете терять, но вам важно вовремя остановиться. Пищевое отравление способствует обезвоживанию организма и чаще всего погибают не от токсинов, которые выделяют микроорганизмы, размножающиеся теперь в непосредственной контакте, в непосредственной близости с вами. А та вода, которую вы при этом теряете в попытке очистить организм от тех самых токсинов. Быстрое обезвоживание приводит к тому, что человек может и умереть. Поэтому яблочки любые, неважно какие, перед употреблением нужно обязательно помыть и использовать правильно. В православии не просто так существует яблочный спас, после которого яблоки можно есть. Можно есть яблоки этого сезона. Если вы купили яблоки прошлого сезона, позапрошлого сезона, сегодня научились хранить яблоки, можно хранить достаточно долго. Важно нанести на поверхность нужное количество восковой оболочки, яблоко перестает высыхать и оно может храниться достаточно долго. Пищевая ценность такого яблока будет ничтожно, но тем не менее это есть. Так яблоко можно хранить. И такое яблоко можно использовать и до яблочного спаса. А яблоки этого сезона лучше использовать после этого. В этом случае даже зимние яблоки уже не могут вам навредить. Но если вы, конечно, помыли. Поэтому правильное отношение вот те сказки, которые есть о младильных яблоках, они реально взяты из жизни. И я вам их раскрыл. Если вы найдете какие-то другие особенности описанные связанные с употреблением яблок в сказках, можете написать об этом в комментариях, в отзывах под этим видео. А я это видео буду заканчивать, чтобы не утомлять вас. Да, многие мне пишут не пишите длинные видео, они утомительные, берегите наше время. Так вот я сберег ваше время, рассказав вам медицинские аспекты тех русских сказок, которые есть и на которые вы не обращаете чаще всего внимания. А зря. сказка, ложь, давний намек. Добрым молодцам урок. И эти уроки нужно правильно извлекать и правильно использовать для вашего здоровья. это яблоко оказалось не самым здоровым, хотя выглядит прекрасно. Место, откуда я удалил часть этого яблока естественным путем, видите, оно не изменено, не окислилось. То есть, это яблоко большое, красивое, но пустое. Я писал до этого другое видео с другим яблоком. более полезное яблоко. Вы видите разницу. Окисление произошло. Иными словами, здесь есть значительно большее количество биологически активных веществ, которые могут помочь вашему здоровью связывать токсины, нейтрализовывать или помогать правильно идти обменным процессом. И вот такое яблоко, я бы сказал, это более молодильное яблоко. А это больше напоминает жмых в оболочке. Ну, с ядовитыми семенами внутри содержат оба яблока. Если вы правильно выбираете яблоки, то вы уже на первой ступеньке к вашему здоровью и активному долголетию. А вот как правильно употреблять, с чем правильно употреблять, когда правильно употреблять яблоки, чтобы реально обойти двери многих врачебных кабинетов, предупреждать специфические заболевания, либо излечить тех, которые вы уже имеете, вы узнаете в следующем видео. Сказка о молодильных яблоках 3 будет как раз на эту тему. Как же правильно использовать яблоки, чтобы ваша жизнь была и лучше сегодня? И активное долголетие было вашей перспективой. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете поставить лайк на это видео или ждать следующее видео, возможно на него захотите поставить лайк, отправить ссылку своим друзьям, знакомым, родственникам, я подумаю какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моих каналах и крепкого здоровья, разумного к нему отношения. Игорь Негода